Добрый день, друзья! Напомню, что мы с вами находимся на барахолке, сделанной в СССР по адресу Москва, метро Электрозаводская, Большая Семёновская улица, дом 10, строение 13. В предыдущей части мы говорили с вами об отделах фиксированных цен и на скидке там, происходящие в прошлые выходные, и немножко поговорили об эксклюзивной посуде. Сегодня мы с вами продолжим знакомство с посудой ранних советов и полюбуемся советскими послевоенными сервизами. Продолжение следует... Ну а мне приятнее, когда приезжают из Пензы, из Канзани, то есть наши... Наши! Наши, да, наши. А тем более молодые люди, у которых всё впереди. Да, тем более молодые люди, которые интересуются. Но хотя, честно говоря, чуть-чуть гордость берёт, что у нас очень много подписчиков и в других странах. Конечно, конечно. Когда приехал мужчина из Америки, и он ни слова по-русски не говорит, и я его спрашиваю, он говорит, мне так нравится ваш канал. Я говорю, а как вы нас понимаете-то? Он говорит, а мне не надо понимать, я просто смотрю, и мне нравится. Да, идёт позитив. Да, идёт позитив. Правда, сейчас я ему сказал, Лури, ты не переживай, если ты сейчас не откроешь, потому что, ну, сейчас вот эти вот отношения чуть-чуть в наших странах, да? Да, могут не получить. Да, могут, ну... Или временно. Не в почёте, да. А на самом деле, вот сейчас открыли представительство в Китае, тоже там наш человек, и во Франции. И у нас есть ещё там Гиом такой. Ой, я вас поздравляю. Да, который поёт на русском языке, здорово так поёт. И у него там, в Париже, мне присылал видео, он прям проводил вечер, посвящённый Советскому Союзу. А я очень рада, что молодых людей так много по всему миру. А молодые люди, да вообще, по всему миру. Бальзам на сердце, потому что на самом деле... И такие симпатичные. Это же наша история. Да. Будущее. Здорово, понял. Ну, давайте... Там история, а здесь будущее. Погулялись уже? Да, прогулялись, посмотрели. Молодого человека. Но он кивал, он кивал. Да, он кивал, да. Ну, скажи. Понравилось здесь? Мне очень понравилось, тут красиво. Да, здорово. А тебе вообще как эпоха эта, ну, как бы интересно, это же все вещи в основном. Интересно, да. А что больше интересует? Предметы всякие. Именно оботование, да? Обыто. Все нравится. Я думала, техника. Здорово, здорово. Здорово, спасибо. Спасибо. Спектр Таджит 3500. Так, а это у нас чайная пара 1500. Какой рисунок изумительный. Неужели это ЛФЗ? Да, поставляется ЛФЗ. Вот это уже старая чашка. Я вижу, а форма какая потрясающая. С фистольчиками, с бантиками, да? Это кто? Это кто у нас? Вербилки. Старые-старые. А, это еще когда от Кузнецова осталось. Крис. Крис. А вот еще тоже чашка старая. Это кто у нас? Посмотрите, какой рисунок красивый. Тоже с фистольчиками. Ну да, типа такого же. Значит, где-то... О, подождите. Вербилки. Ну это совсем старая. Ну да, кузнецовские формы. Друзья, кузнецовские формы. Ой, сколько же здесь интересного. Посмотрите, сколько здесь интересного. Первомайская. Рыбинск. Ой, боже мой, надо же. Какой старенький. Какая прелесть. 100 тысячи 500. Друзья, 4 тысячи. Вот старая сахарница. Здесь вот такое красивое. Это у нас Япония. Посмотрите. Уточка хороша. 2 500. Клакончики. Пузыречек такой. Вот, посмотрите. Тонкая-тонкая такая. 4 тысячи. Вот фабрика я вижу. Ну, не пойму. Значит, это наша чашка. Очень старое клеймо. И очень такой тонкий старинный рисунок с ручкой. Да, друзья. Вот видите. Какой красивый рисунок. Тончайший. 3 тысячи. Да, все такое старенькое. Все такое красивое. Смотрите, какая красота. Кучайничек за 600 рублей. Здесь все желтое. 2 600. Стоит вот этот графинчик. А этот стоит 2 500. Ой, смотрите. С павлином. И этот с павлином. Чашечка с молочником или соусником. Какая красота. Кто же это у нас? Даже непонятно кто. Я думаю, вербилки. Но это еще кузнецовская, я думаю. Ой, посмотрите. Такие сахарницы. С лосьом. А вот эти с желудями, листьями. Вот это вот огромные чаши гигант. Это у нас дулево. С яблочками. Роскошные такие. Стоит 2 500. А вот, посмотрите. Крошечный чайник. 2 000 рублей. 7 000. Фляжка. А, с пиалой даже. Смотрите. Здесь птичка. А здесь пиала. А здесь, посмотрите. Баран. Какая чашка. Вот это очень красивое. 7 000. Что же такое? Я примерно знаю, кто это, чье это. Вот они собирали старые советы. Вот тоже она, старые советы точно видно. Но жалко их самих нет. Это вот витрина. Так что витрины они ставят свою цену. А так можно было бы с ними и поговорить. Какая красота. Это броница, друзья. Посмотрите, какая прелесть. Это все броница. Такое все уникальное. Ой, такой переход вердиента. Смотрите, со светлого на голубой. Здесь, конечно, есть среды времени. На чашечке нету. А на блюдечке, да. Ой, ну красота. Друзья, красота. Коробочка жестяная. 10 000. Да, это же так, осторожно. Может, она так дорого стоит. Ой, а этот какой изумительный. Да. Это у нас. Конфеты я ей куплю. Да, да, да. Это сувенером на полную сумку уже. Тоже старая, старая наша. Ну, не помню, что. Не понимаю знака. Да. Ну, наша история, друзья. Вот она, наша история. Чайная пара такая и в зеленом цвете. Такой же рисунок. Шпатумбочка такая, прекрасная. Шпатумбочка такая. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Барцелан. Ух ты. Это голубой пион, что ли, да. Перед нами чайный сервис «Золотая роза вербилки». Он был создан во времена Советского Союза и представляет изысканное сочетание элегантного дизайна и безупречного качества. Это костяной фарфор, что придает ему особый шик, особый и прочность. Украшен вручную золотыми узорами. Чайный сервис был разработан в 1960-х годах дизайнерами ЛФЗ. Их задачей было создать престижный и эксклюзивный сервис с толстым слоем покрытия 25-каратным золотом и идеальное состояние сервантное хранение. Тысяча рублей. Влюдечка, тарелочка и чашечка. Да, цена нормальная. Тоже, кстати, кофейный сервис, ЛФЗ. Здесь даже написано «Ленинград». Я в прошлый раз вам показывала сервис, но не так внимательно. Это у нас, по-моему, тоже ЛФЗ, да? Да, ЛФЗ. Посмотрите, здесь тоже все есть. Здесь чашечки, но они такие, то ли кофейные, то ли чайные. Влюдечки крошечные. Наверное, все-таки кофейный сервис. И посмотрите, все вместе, тройки. Посмотрите, атлас. И какой огромный атлас. А, кстати, друзья, у нас здесь идет... А что сегодня? Слет кого? Не подскажете? Слет кого? А, модели. А, моделисты, как всегда. Понятно. Я смотрю, сколько мужчин. Сколько мужчин. Таких молодых, красивых. Будет, как и через месяц. Через месяц. Так что выбирайте себе, какой красивый. Да. Это правда. А вы на целый день, да? До опеды? До четырех. Понятно. Да, вырезанная. Да, кстати, обалденный сервис, но он очень дорогой. Это Мэйсон. Он редкий, вот из-за этих блюдец, видите, с такими загнутыми краями. И у него рисунок не повторяется. Везде разные все тарелочки разные, все чашки разные. И вот я увидела чайник из этого сервиза чудесного, который можно купить и отдельно. Давайте повнимательнее его рассмотрим. И вот смотрите, какой изумительный чайник. Это Мэйсон. Посмотрите, какой здесь цветочек, слепкий он. Изумительные грани такие, шикарные. А какой красивый рисунок фруктовый, летний. Ой, как это приятно. Белый он сам приятно на любой стол это все поставить. А ручка сделана, как будто это бамбуковая. Смотрите, она такая неровная. Да, смотрите, какая красота. Каждый листочек. Поскольку это всегда ручная роспись, то можете себе представить. Бабочки, а? Лепка. Ой. Стоит эта прелесть 40 тысяч. Друзья, но это стоит того. Посмотрите, он большой. Я не знаю, мне кажется, он литра на два. Ну, очень изящный, несмотря ни на что, он очень изящный. Посмотрите, какой рельеф, какой рельеф. А вот, друзья, с обратной стороны какой рисунок. Живопись. Живопись. В наше время такая редкость. Прелесть. Да, вот такая прелесть кого-то ждёт. Это видео мне хочется закончить рядом, ну, смотрите, с такой очень импозантной телегой, наполненную доверху, чудесной, самой разнообразной керамикой, которую при желании можно купить. В следующей части я продолжу вас знакомить с эксклюзивом, но покажу уже самое интересное. До встречи, друзья, до новой встречи добра, красоты, мира в душе и мирного неба над головой.